Так, здравствуйте дорогие друзья, с вами Казуко Фэмили, вот, мы начинаем проходить такую интересную интригующую новеллу, присаживайтесь поудобнее, звучать будет Казуко Фэмили, кто же Майк? По ходу дела мы поймем, почему показывают два одинаковых персонажа лайков, тадам, ставьте лайк, колокольчик, приглашайте друзей, мы в принципе приступим, я сейчас проверю, чтобы не сбилось ничего, только я не понимаю, почему скорость текста высокая, это странно. Ну хотя бы так Ну что, приступим Ламповую атмосферу, посмотрим за сколько мы пройдем эту игру. Тут 9 концовок, мы сначала выйдем на какую сможем, а остальные там уже если я захочу получить или не захочу, там уже решим. Так, а джойстик вообще поддерживает? Так, стоп. Куда у меня, может он будет по ходу дела работать? Ах, моя голова. Так, стоп. В смысле, а почему джойстик не работает, алло? Какого хрена? Мой затылок резко запульсировал настойчивой болью. Так, я так понимаю, что я еще не могу стим вызвать, да? Шикарно. Почему я стим не могу вызвать? А нет, подожди, могу. Пипец. Настройки что-то очень долго выбираются. Сейчас я их попробую настроить. Мы не прощаемся и, наверное, с этого момента приступим. Я просто хочу поиграть с джойстиком, потому что клацать, блин, по мышке не хочу. Блядь, пиздец. Наконец-то я смог настроить этот гребаный джойстик, блядь. Так, ладно. Не будем пуль... Портить обстановку. Так. Ага, голова окружения исчезает так же быстро, как и наступает. Что? Сейчас вечер. Плотно закрытые шторы и стук крови в ушах делают тишину зловейшей? Я у себя дома. Но я дезориентирован. Что-то тут неладно. Меня окутывает некое жуткое ощущение, заставляющее встать. Волосы на руках дыбом. Щурюсь, пытаюсь осмотреться. Мои очки. Где они? Я во что-то врезался или... Стой на месте. Кто бы ты ни был. Я почувствовал что-то присутствие в комнате, прежде чем услышал голос. Это оправдывает внушающее мне страх беспокойства. Просто не двигайся. О боже. В моем доме какой-то незнакомец. Он стоит чуть подаль. В руках у него безвольная бита. Назад. Я не знаю, что делать. Пытаюсь подобрать слова. Не бей меня. Прошу покинь дом. Чего ты хочешь? Ээээ... В конце концов, я просто стою, как воды в рот набравшись, и томлюсь от пробившего холодного пота. Что он вообще здесь делает? Если он вор, то выбрал не тот дом. Так. Могу ли я? Я причурился. Глядя на его размытую фигуру, пытаясь заменить нечеткие очертания мужчины на что-нибудь более ясное. Он выглядит. Я подхожу ближе. Его рука сбитая и тревожно вздрагивает. Я сказал не двигаться. Ээээ... Чего? Он дрожит. Он ведет себя растерянно меня. Что это он ворвался в мой дом? Может глупо так думать, но он совсем не выглядит опасным. Просто уйди, пожалуйста. Пожалуйста. Он все бормочет себе под нос, панически заглатывает воздух. Ох. Ээээ... Думаю, у тебя паническая атака. Так. Вдыхай через нос, вдыхай через рот. Черт. Я действительно сейчас дал указания по дыхательному упражнению правонарушителю. Видимо, Сара была права. Моя доброта когда-нибудь убьет меня. Как бы там ни было, незнакомец заметно расслабился. Я неуверенно слегка улыбнулся ему. Ты в порядке? Эээ... Что ты такое? Ээээм... Прошу прощения. Меня зовут Майк Дженсен. И ты в моем доме. Кто ты? Забей. Я где-то потерял очки. Если позволишь мне их найти, уверен, мы сможем разобраться. Ты не похож на плохого парня. Бита выпадает из твоих рук на пол. Мужчина вздыхает. Кажется... А, это пацан. Я сначала думал, это девка. Кажется, под журнальным столиком. Спасибо. Я шарю по полу, молясь, чтобы незнакомец не атаковал меня, пока я столь беззащитен. Но он просто отсоедает на месте, шаркая ногами и тихонько вормоча. Он не выглядит угрожающе на самом деле. Уверен, бедный парень просто запутался. Кроме того, у меня есть что-то знакомое. Но я не могу понять, что именно. Может, его поза... Красный свитер. Готов поклясться, что он выглядит точь-в-точь, как мой. Прости, что угрожал тебя битой. Да ничего. Если что-то изменит... То я не собирался на самом деле бить тебя. Я, наконец, нащупываю руку очки и достаю их. Я не думаю, что вообще способен ранить кого-то. Даже в подобной ситуации. Сара всегда говорит... Так. Что, доброта когда-нибудь убьет меня? Что ж, теперь ты видишь меня? Привет. Мужчина неуклюже помахал рукой. Я остаюсь отвершу челюстью, пялись на него. Он... Есть я? Отдельно существующий человек. У него мое лицо. Волосы. Осанка. Свитер. Ничего удивительного, что его свитер выглядит как... Мой. Это... Просто сон? Не теряй рассудок. Расслабься. Насколько не твержу себе это, никак не могу совладать ситуацией. Ощущение, будто комната одновременно тесная и огромная. Чувствую себя ребенком, потерявшимся в толпе и слепо тянущемся к круге матери. Только чтобы в ужасе обнаружил, что рука принадлежит незнакомцу. Так. Ха! Окей. Теперь твоя очередь не паниковать, слышишь? Дыши глубже. Он что-то вроде клона? Призрак из моего будущего? Что? Что? Что он такое? Я протягиваю руку, чтобы коснуться его. Желаю убедиться в его реальности, чтобы он не был... плод... Ну, плодом воображения, ну да. Другой Майк отпрынивает и отталкивает мою руку. Слушай, все это странно для нас обоих. Не ухудшай положение. Он материален. Он не может быть призраком. Он способен формировать... Отличные от моих мысли. И он осознает, что мы одна и та же личность. Что-то такое. Почему у тебя мое лицо? Прошу прощения. Твое лицо. К твоему сведению, для меня это была обычная ночь, пока ты не влез в мой дом. Так почему бы тебе не сказать, что ты делаешь моей гостиной? Я открыл было рот, чтобы оспорить, но тут же понял, что не могу ничего вспомнить. Мои последние воспоминания состоят из миски чипсов и вечерних ТВ-программ. А также боли в затылке? Я... Я не могу вспомнить. Ага. Видишь? Так все фальшивки говорят. Дело закрыто. Фальшивки? Что, прости? Ты что-то вроде некой аномалии. Это единственное объяснение. Не помню, чтобы недавно делать что-нибудь особенного. Если у тебя мои воспоминания, уверен, ты согласишься. У тебя же провал в памяти. Так что ты либо причина всего, либо просто результат. Следовательно, аномалия. Мда. Что ж, раз пошел такой разговор, я могу также заявить, что ты лжешь о состоянии своей памяти. Именно с твоим появлением началась эта ненормальность. С твоим появлением. Я потерял фрагмент памяти. Вероятность, что ты причина и результат моей внезапной амнезии, очень высока. Таким образом, фальшивка ты. Ты не можешь это доказать. Ну и ты не можешь опровергнуть, раз у нас будут одни и те же аргументы. И мы будем ходить по кругу. Понимаю, к чему ты клонишь. Тем не менее, все это довольно увлекательно. Не так ли? Так, подожди. А как мне выбрать? Чего? Я чего не могу выбрать? То на что. Грёбанный скриншот. Так. Ну, допустим, пожалуй. Что ж, пожалуй. В конце концов, не каждый день встречаешь точную копию себя. Так говоришь, будто копия здесь я. А разве нет? О, только не надо по новой. Вот же заноза в заднице. А то я не знаю... Что могло вызвать это? Какой выкидон природы мог сотворить другого меня? Видимо, я должен быть польщен, но я не лучший экземпляр в качестве материала для клонирования. По крайней мере, он не выглядит опасно. Никакой вражды или агрессии с его стороны. Я и сам не чувствую к нему негатива. Но это так дико, что у нас одинаковый маленький шрам на подбородке. И даже рубцы от подросткового акне, поддавшись внезапному импульсу, притрагиваются к своему лицу. Я все еще я. Верно. Так. Звук открывающейся двери. О, нет. Сара. Сара? Так знал, что Сара слышала тот шум. Быстрее спрячься где-нибудь. Я постараюсь отвлечь ее, а ты уходи через входную дверь. Что? Погоди. Ты избавляешься от меня? Нет, не избавляюсь. Два майка в одном доме большой риск, ты сам это знаешь. Тогда почему бы тебе не уйти? Шутишь? Тебя будто поезд сбил. Он прав, я весь грязный. Как это произошло? Слушай, завтра мы со всем разберемся. Кто знает, может твои утраченные воспоминания даже вернутся? Но ты выкидываешь меня из моего дома. Не выкидываю я тебя. Это временная мера. Дай мне разобраться с Сарой, и завтра мы разберемся с этим бардаком. Просто уйди сейчас, ладно? Ха! Чувак, мне пофиг, я, наверное, останусь. Хм. Почему мне надо прятаться? Почему мне надо сбегать от моей девушки из моего дома? Это неправильно. Легкий гнев разливается по клетке. Ну уж нет. Что? Я не уйду. Брось, парень. Не упрямься. Если Сара увидит, и что? Ну, ни для кого из нас дело хорошо не закончится. Но если кто и может нам помочь, то... Майки, уже поздно, ты не идешь спать. Ее голос звучит со второго этажа. В гостиной темно, и она, видимо, не видит нас при столь слабом освещении. Мы оба задерживаем дыхание. Аааа... Я отвлекся. Оу. Сара подходит к нам. Выражение ее лица беззаботно. Ты не один? Довольно поздно для гостей. Эм... Это твой... Брат? А, ну да, братиш могут быть похожи. Майк бросает на меня взгляд. Послушай, Сара... Прошу, не паникуй. Мой... Бог... Сара, успокойся. Что... Что за хуйня? Что ж... Я знаю, выглядит все как-то не очень, но... Как-то не очень? Я вижу двух тебя! Думаю, стадия... Как-то не очень далеко позади. Это какой-то фокус? Да? С парой зеркал и прочей фигней? Это не шутка, Сара. Все... На самом деле. И мы понятия не имеем, что делать. Стоп! Прекратите говорить. У меня голова кружится от одного взгляда на вас, разговаривающих одновременно. Хм... Эм... Дыши глубже. Я... Мне надо прилечь. Я отойду на минуту. Хм... Что ж... Прошло лучше, чем ожидалось. Если под этим ты-то подразумеваешь, моя девушка чуть... Ежа не родила, то да, конечно. Я говорил, что это плохая идея. Она будет в порядке. А офицер полиции, как-никак. Она привыкла к подобного рода стрессовым ситуациям, согласись. Не думаю, что ты вообще имеешь понятие, о чем говоришь. Эх... Думаю, остается только смириться. Ладно, мальчики, я немного успокоилась. Ну, а теперь к делу. Какого хрена? Понятия не имею. В таком случае, начни сначала. Ну... Я услышал шум, пошел проверить, в чем дело. В гостиной обнаружился некто. Я запаниковал, взял бейсбольную биту, хотел просто отпугнуть. И затем... Я увидел его. С моим лицом. Я подумал, что сошел с ума. Но тут он собрался подниматься наверх, поэтому мне пришлось как-то противостоять ему. Если честно, я даже думал схватить... Эээ... Крест или что-то еще. Мило. Я не... Я не помню ничего из этого. Я просто проснулся... С раскалывающейся головой. Что последнее ты помнишь? Ммм... Ну, лучше сказать, наверное, правду. Я помню, как услышал шум на кухне, но посчитал, что просто померещилось. Затем взял пиво из холодильника, и тут меня огрели чем-то по голове. Воу. Следующее, что помню, в гостиной этот парень машет битой перед моим лицом. Неправда. Он дошел до сюда, шатаясь, словно пьяный. А затем споткнулся об этот идиотский ковер. Ммм... Оу. Ты ударил меня по голове битой! Я не ударил, я был слишком обескуражен. И не надо меня винить в своей неуклюжести. У меня у самого ее через край. И не говори. Думаю, это было неуместно. Так. У меня такое чувство, что здесь уже дело в чем-то другом. А вы, ребята, пытаетесь выставить друг друга ненастоящими? Ну... Два Майкла... Майка Дженсена не может быть, не так ли? Может, ты поможешь нам выяснить это? Чего? Решить, кто из вас настоящий? Да. И как же? Я не знаю. Задай личный вопрос или еще как. Ха... Да, почему бы и нет. Возможно, кто-нибудь из нас ошибется. Ну да. Давайте отнесем ко всему, какой к чертовой... пустяшной игре. Слушайте, парни. Не думаю, что это сработает. Нельзя судить о чьей-то либо подлинности, задав ему 20 вопросов. Мы должны найти другой способ. К примеру... Анализ крови? ДНК-тест? Экзорцизм? Не знаю я. Но прошу, не заставляйте меня выбирать одного из вас. Сара, я... Мы понимаем, что это несправедливо, но только один человек может помочь, и это ты. Майки, ты ведь знаешь, что я люблю тебя. Мы так давно вместе. Я видел рентген твоего кишечника и знаю о твоем нездоровом фанатстве Джейсоном. С Тей... С Тетхамом? Серьезно? Прикольная отсылка. Ммм... Ммм... Впрочем, я не представляю себе ни одного человека, созданного для этой ерунды. Может быть, просто позвоним твоей матери? Нет? Ого! Даже ваши реакции одинаковы. Поразительно. Пожалуйста, крольчонок. Пожалуйста, выручи папу кролика. Хватит! Разве я не говорила, что это прозвище только между нами двумя... Эмм... Технически это все еще так. О, боже. Это чертовски жутко. Одно понятно точно. Мы должны исправить ситуацию. Все чересчур странно. Значит, поможешь нам? Хмм... Не думаю, что мне оставили выбор. По крайней мере, попытаться стоит. Погодите. Когда это закончится? Что мы будем делать с фальшивкой? Вы об этом подумали? Уверен, что... Разберемся. Хмм... Ну, допустим, обсудим это позже. Да. Не будем спешить с этим решением. Не стоит опережать события. Ладно, не важно. Значит, вопросы личного характера. Эмм... Эмм... Кадовщина. Эмм... 26 февраля 2009 года. Эмм... Майлз Джордан Дженсен. А я откуда знаю? Слишком легко. Имя брата. Майлз Джордан Дженсен. Оу. Он ненавидит его. Хм... Майлз Джордан Дженсен. И именно поэтому я зову его полным минимум при всяком случае. Так-то... Вы, парни, такие взрослые. Так и иначе. Любимое животное. Чё? Я начинаю... Самой себя напоминать худшего истории интернет-сайт знакомств. Собаки. А... Ага. Обожаю собак. Надо завести одну-ка, если это всё разрешится. О, ну конечно. Как только перестанешь забывать поливать цветочки. Так, достаточно. Не думаю, что это помогает. Эмм, подожди. Давай поменяемся. Может, он просто слизывает мои ответы. Я возмущён. Хорошо, хорошо. Продолжим. Открою мне секрет, которым не делился со мной прежде. Эмм... Сказать правду? Ну, ведь поэтому это и называется секретом. Я не могу сказать тебе. Милый. Это про мою готовку? Ох... Не знаю. Тот же вопрос. Эмм... Сара. Я люблю тебя, но... Чё? Та запеканка с тунцом что-то приготовила в последний раз. Паршивей некуда. Эм... Эм... Бам-бам-бам-бам-бам. Ну... Она не настолько плоха. Эээ... Не пытайся остаться в стороне. Ты тоже об этом подумал. Эм... Ага. Значит, чтоб ты признался необходим всего лишь появление твоего клона, а? Следующий вопрос. Сейчас у нас есть хоть что-то. По крайней мере, один из вас должен говорить правду. Так. Итак, Майк. Что не так с запеканкой? Эээ... Так, сказать правду, да? Хорошо. Ну, во-первых, было слишком много чили. Язык жгло несколько дней. Прям кошмар какой-то. Констинтеция тоже брррр. Не знаю, будто блевотину ешь. В смысле, выглядело как блевотина. А на вкус смерть в чистом виде. И этот запах на кухне после... Я думал, кто-то на самом деле помер. Заткнись. Ты. Заткнись. Но в остальном вышло хорошо. На тарелках красивый цветочный узор. Ха-ха-ха-ха! Тарелки? Что-нибудь ещё? Ты прям разошёлся. Ох, на этом всё. Но зато... Ты сделала отличные пиццалетти. Так, окей. Мне понравились макароны. Ага, они тоже были неплохие. Макароны были приготовлены в микроволновке. Короче говоря, вам ничего не нравится из моей готовки? Луживые вы задницы. Всё не... Отлично, Майк. Так она вышвырнет нас обоих. Ладно. Ничего вопроса? Тебе нравится наша соседка? Что? Кто? Пэрис Вофорт. Модель... Нагишом, принимающая солнечные ванны по воскресеньям. Чего? Это... Сара? Что за вопросы такие? Я просто беру от ситуации всё, Майки. Ты бы так не сделал. Тем более, мне весело. Так. Пам-пам-пам-пам-пам. Может, солдатя? Ну-ка. Я считаю, что Пэрис и моя девушка Сара Эллис обе привлекательные женщины, достойные восхваления, и этот факт совсем не влияет на глубину и прочность наших отношений с Сарой, любовью всей моей жизни. Чушь собачья. Эм... Она красивая, окей. Вы обе. Но ты моя родственная душа. Так. Она дружелюбная. Я пару раз разговаривал с ней. Она была любезна. Что? Я имею в виду, она не выглядела пугающей. Не пыталась откусить мне голову или ещё чё ещё. Ну, конечно. И то, что она разгуливает вечно, сверкая своими прелестями, не имеет никакого отношения к её любезности. Я не знал даже об этом. Ну, ты позови меня в следующий раз. Хе-хе-хе-хе. Что ж, всё это было очень познавательно. Хотите что-то ещё сказать мне? Эм... Так. Пэрис Боффорн глупа, как пробка. Печально. Но так-то оно и есть. Она мила, но серьёзно. Бедняжка думает, что Англия в Африке. Кроме того, принимать солнечные ванны в перенаселённом жилом районе среднего класса с загрязнённым воздухом и низкими воротами. Это уже много говорит об уровне интеллекта. Хе-хе-хе-хе, вот именно. Как бы там ни было, возвращаемся к нашей дилемме. По-моему, мы не особо добились прогресса. Я всё ещё не знаю, кто из вас кто. Почему бы нам просто не подкинуть монетку? Эм... Ладно. Я почти готов согласиться. Хочу уже наконец покончить с этим. Очень сомневаюсь, что это хорошая идея. Конечно, нет. Но я действительно в растерянности. Эм... И всё же мы должны решить. Хорошо. Если ты настоящий Майк, что предлагаешь сделать с фальшивкой? Тяжёлый вопрос. Хм... Если я настоящий Майк, тогда мне следует Майком оставаться, верно? Другой должен уйти. Уйти навстречу миру и найти собственную индивидуальность. Мир ведь огромен. Эм... В каком бою, интересно. Решим всё классическим путём. С помощью дуэля или кулаками. Лучше останется. Я надеюсь, ты не серьёзно? Ты... Настоящий Майк? Конечно, настоящий. Снова один из твоих странных вопросов. Просто ответь. Так, окей. Да, я настоящий Майк. Что насчёт тебя? Настоящий ли ты, Майк? Да. Докажи тогда. Убеди меня. Эм... Хорошо. Немного неловко, но я Майк Дженсен. С сердцем и сознанием. Это единственное, что я знаю. Честно, понятия не имею, что ещё сказать. Так. Ммм... Так, 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 так. Как он и сказал. Мы ответили на твои вопросы. Это пока всё, что мы можем сделать. Но ты должна верить мне, я настоящий Майк. Что будешь делать, если я скажу, что фальшивка ты? Так... Сказать правду, да? Я не знаю. Я не могу уйти. Я не хочу. Хорошо, думаю, мне нужно задать один последний вопрос. Сара поворачивается ко мне. Майк. Да? Какое сегодня число? А... 15 июня? Вообще-то 16 июня. Это значит, что будто ни было причиной всего этого произошло вчера ночью. Не припоминаешь ничего? Не особо. Совсем ничего. Извини, я пытаюсь, но последнее, что я могу вспомнить, так это чувство усталости. И как заснул перед телевизором? Этот промежуток времени крайне важен. Недостающий фрагмент загадки. Или в тот момент ты начал существовать, или ты нам что-то недоговариваешь. Начал существовать? Мне просто... Или я сейчас здесь белая ворона? Мы лишь пытаемся помочь. Ты наверняка тоже жертва. Это еще что? Так значит, вы оба сошлись, что я фальшивка? Когда это было решено? Ты появился из ниоткуда, Майк. Незнакомец, вловившийся в дом. Ко всему прочему, ты не помнишь вчерашних событий. Все это лишено смысла. Ты не имеешь смысла. Оу. Этого не может быть. Все обернулось против меня? Даже Сара? Что ты... Что ты хочешь, чтобы я сказал? Я уже рассказал обо всем. Вчера я пошел на работу. Пришел домой. Заснул перед телевизором. И вот проснулся. И я ведь уже говорил об этом. Что ж, как ты попал сюда? Пешком? На автобусе? Или тебя довез радужный пони? Факты, Майк. Мне нужны факты. Ребята, спокойствие. Видеть, как вы припираетесь, как-то дико. Я правда не могу вспомнить, окей? Если бы ты мог. У меня причин скрывать это. Я говорил только правду. Все это время. Может, у него частичная амнезия? Это не причина. Лишь оправдание. Я знаю, что я Майк. Прошу. Поверь мне. Что, если ты клон и даже не подозреваешь об этом? Чего? Клон? Ты бы даже и не знал. Клон? Возможно ли это? И сейчас мои иллюзии разрушили? Может быть, мое желание быть Майком сфабриковало мое воспоминание и привело меня сюда? Может, мое сознание заперло воспоминания последних часов, потому что я не хочу знать правду? Я подавлен. В голове пульсирует. Я поворачиваюсь к Саре. В ее глазах я не нахожу надежды, что мне так нужно. Сара, пожалуйста. Мне жаль. Просто. Я совсем как утопающий, у которого отняли спасательный круг. Я смотрю на Сару и Майка, но они только отводят глаза. Никогда я не чувствовал себя таким одиноким. Страх хлынул по моим венам. Затем он сменяется горьким чувством, что меня предали. И гневом. Как Сара могла оставить меня в беде? Она нужна мне как никогда. Но она и слушать не будет, если это не вяжется с ее теориями. Насколько она может быть права? Это вопрос выбора и точки зрения. И правда ясна так же просто. Она просто решила не верить. Мне. Мои челюсти сжимаются. Я думал, что могу положиться на тебя, Сара. Я думал, ты не подведешь меня. Не говори так. Ты не знаешь, как тяжело мне. О, да. А мне ужасно весело. Прекрати делать из меня злодейку, Майк. Я сделала то, о чем вы меня просили. Нет, не сделала. Ты лишь сделала выводы и отказала слушать, блядь, мои аргументы. Сама сказала, что ночи тривиальных вопросов недостаточно. Но затем ты меняешь свое мнение. И вот так запросто обвиняешь меня в каком-то сокрытии. Так нечестно. Нечестно? Нечестно? Да кто бы говорил! Майк, прекрати. Ты делаешь ей больно. Я знаю, все это очень нелегко, но тебе надо остыть. Мы тебе поможем, хорошо? При нынешнем стечении обстоятельств. Эмоции зашкаливают. Нам всем надо сделать передышку. Почему бы тебе не зайти завтра с новой, мы все обдумаем. Что? Ты выпроваживаешь меня? Нет, ну... Если хочешь, я уйду тоже. Заткнись. Ты просто снова пытаешься избавиться от меня. Я совсем не думал об этом. Просто я не... Так, ну нет смысла набрасываться, я считаю. Я, наверное, успокоюсь. Хм... Так. Хм... Но он меня не провоцирует. Он нормально вроде реагирует. Так. Так, это тяжело, но мне удается подавить эмоции и заполучить над ними контроль. Так, мое лицо горит. Головей пульсирует, в глазах кружится. Ну, как в начале, да? Так. Он успокаивается. Ой, сейчас. Ой. Так. Я смотрю на Майка и Сару. В доме стоит ощутимо напряженная атмосфера. Тревога проела себя, путь в мое сердце. Она пробуждает во мне самое худшее. Я не могу остаться. Че, реально? Хорошо, я понял. Я уйду. На лице Сары дернулась жилка. На нем видна тень беспокойства. Ты... Ты в самом деле не обязан? Забота, да. Но в ее глазах я также вижу холод, что разбивает мне сердце. Пустая милость – это все, что она может дать человеку с лицом ее парня. Такое слабое чувство, которое возникает, когда из утренней газеты узнаешь об ужасной аварии. Я не могу больше выносить этот взгляд, обращенный на меня. Я качаю головой. Нет, и я уйду. В нескольких минутах езды есть мотель с моим именем. Только одолжите мне денег, и я готов идти. Я выдавлю из себя смешок, чтобы скрыть сожаление в своем голосе. Лучше бы я не говорил этого. Пусть Сара настоит, прошу. Лишь еще раз пусть скажет, что я могу остаться еще один раз. Но она молчит. А может, оно и к лучшему. Так лучше для всех нас. Я вздыхаю. Слушай, если что-то изменится, я уйду тоже. Так ведь будет справедливей. Я одаряю его грустной улыбкой. Я бы не оставил Сару одну после произошедшего. И тебе не следует. Просто присмотри за ней сегодня, ладно? Эээ, ладно. Эй, постарайся отдохнуть. Завтра все станет лучше. Угу, спасибо. Мне нужно время подумать. Собраться с мыслями и проанализировать данную ситуацию. Возможно, они правы. Те несколько часов жизни, что выпали из моей памяти, могут быть ключом к разгадке. Завтра я выясню. Проходя мимо окна магазина, я замечаю свое отражение. Что за... Мне кажется, или я выгляжу сильно осу... Осунувшимся? Это в смысле как? Как только эта мысль приходит на ум, мое сердце пронзает боль. Моя грудь беспорядочно вздымается, голова кружится. Мои ноги подкашиваются от боли. Что... Из носа течет кровь? Что со мной? Что происходит? Я должен вернуться? Не надо было мне уходить. Сара! Но в глазах все плывет, и я сбиваюсь с ног. Сара! Мне нужна чья-нибудь помощь. Помогите мне! Сара! Сара! Ее имя снова и снова всплывает в моем сознании. Это что, плохая концовка? Не знаю почему, как бы, если я хотел отчаянно зацепиться за него. Я осматриваюсь. Че? Где я? Почему я не могу вспомнить, как оказался здесь? Моя грудь. Так болеть тяжело. Дышать. Сара. Сара. Кто-то... Че, реально? Невиновный. Концовка 5? Оу. Нифига себе. Пятая концовка? Интересно. А сколько тут страниц-то? А, вот. Нифига себе. Раз, два, три. Четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, двенадцать, двадцать. Ё-моё. Так, а что будет, если наброситься оно? Окей, давайте посмотрим, что будет, если наброситься. Так, страх и отчаяние оборачиваются яростью. Да как он смеет предлагать мне уйти? Этот ублюдок отнимает все, что принадлежит мне. Наглостью тебе не занимать. Майк! Я бью самозванца по лицу и валю его на пол. Калачу его, что есть мочи. Гневные крики Сары гаснут где-то на фоне. Все кажется так далеким. Даже когда мой кулак встречается с его плотью, я чувствую себя странно отстраненным. Беспечно. Будто я просто призрак со стороны, наблюдающий за происходящим. Я даже не замечаю, как руки Сары пытаются меня остановить. Я просто продолжаю избивать его, словно бешеное животное. Ощущение, что я под чьим-то контролем. Я наслаждаюсь этим. Я позволяю это. Но его нижняя губа надвое разделена отвратительной раной. Теплая кровь окрашивает мой кулак красным. Шокированный я останавливаюсь. Что я творю? Что я... Но когда я опускаю на него взгляд, его рот кривится в улыбке. Его глаза светятся зловейшим красным оттенком. Ты еще не начал сомневаться в себе, Майк? И я бы не удивился. Ты всегда был немного мягок. Как и твои удары. С его уст летает смешок. Я свожу пальцы на его шею и крепко сжимаю его горло. Мразь, заткнись, или я убью тебя. Его голос был сухим и прерывистым, словно последние искры угасающего фейерверка. Аааа, ты бы хотела в тване, так ли? Не фантазировал об этом? Каково это убивать? Обладать этой властью? Ты сейчас на верном пути, поздравляю. Заткни пасть. Возбужден ли ты сейчас? Твоему дружочку нравится? Пошел нахрен! Прежде чем успевал осознать, мои руки хватают биту, что соседил долбануть по его лицу. Я... Сара, помоги мне! Майк! Выражение его лица мгновения ока сменяется со злостного на беспомощное. Меня разрывает дикая боль, как только пуля пронзает мое тело. Я оглядываюсь и вижу Сару. Воу! Мою прекрасную Сару. Она застрелила нас. И у нее пистолет в руках, я должен был знать. В ее глазах стоят слезы. Сара, это не твоя вина. Я хотел сказать, что ты совсем не имел в виду те ужасные вещи, сказанные мной. Но как только я открываю рот, теплая кровь перекрывает дыхательные пути. Ну да, она нас застрелила. Утопаю ощущение, что я тону. Майк? Убегай, Сара! В смысле? Я отчаянно борюсь за глоток воздуха, но лишь все больше утопая в боли. Нет! Ты! Я борюсь изо всех сил! Смотрю на Сару, пока еще могу. И меня поражает непредалимое чувство одиночества. И вот я у самого порога конца. Не думаю... А, но думаю не о нем. Лишь о боли, о том, как ее остановить. Но все исчезает. И я лишь приветствую это. Мне хорошо. Концовка 4. Концовка 4. Ага. Так, понятно. Две концовки мы посмотрели, да? Ага. А, это картинки получаются, да? Концовки и картинки. Сколько там прошло времени? 50 минут? Хм... Ну да, в принципе, она коротенькая оказалась. В принципе. Ну там варианты только в выборах, по-моему, диалога. Хм... В принципе-то... Как-то так, в принципе. Хм... Интересно. Ахахахаха. Я вот не знаю, там... Все, по-моему, зависит только от диалогов до этого. Я не понимаю, когда врать и говорить правду. В принципе, там диалоги только... В этом, по-моему. В выборе диалогов. Там он нам вроде предлагал во всем разобраться. В принципе. Вот. Но если вдруг я... Захочу остальные концовки или показатели, в принципе, продемонстрировать... Я, возможно, их отдельно выложу, наверное, на канал. В принципе, игрушка интересная в плане того, что надо думать именно в выборе диалогов. Разобраться в этой ситуации и хорошая, видимо, концовка разоблачить вот этого в фальшивку. Но так как, когда мы его избивали, у меня есть подозрение. Когда мы этого парня избивали, и он, типа... Как сказать? Типа были красные глаза, он такой говорит, тебе нравится убивать, убивать, убивать. То есть, у меня вот именно вот на этом уже моменте... Сейчас. Вот. Вот именно на этом моменте у меня уже были подозрения, что фальшивка, скорее всего, он. Потому что, если мы умираем, когда выходим из дома, идет кровь у персонажа из носа, мне кажется, мы настоящие. И, типа, произошел какой-то переломный промежуток времени, то ли парадокс времени, как вот в теории Штейна, что два одинаковых человека, они должны, там, вместе встретиться, потому что, там, кто-то из них либо погибнет, либо изменится будущее вот этой личности человека. Это было, по-моему, еще в фильме «Назад. Будущее». Ну, короче, в чем суть? Извиняюсь. Короче, суть в том, что мы настоящие. Но, как это все получилось, почему, это нам в игре еще не рассказывается. Это довольно, в принципе, интересно. Мне, в принципе, такая, я бы сказал, интрига понравилась. Вот. И то, что Сара может нас застрелить, ну, потому что она не уверена в такой стрессовой ситуации, кто настоящая, кто фальшивка. Это довольно круто, в принципе. Показали и показали нас, когда мы там посмотрели в отражение себя. Вот. Мы две концовки открыли. Какую, получается? Четвертую, пятую. Это, получается, еще осталось, если девять, девять, восемь, еще семь концовок. Непонятно, что еще в остальных семи концовок, в принципе, нам приготовили. Это надо материал отдельно выкладывать, чтобы его читать при выборе концовок. Потому что так я не могу, ну, прочитать прохождение, что к чему, как и почему. Конечно, можно через Steam, но он открывает, как сказать, отдельное окно. Вот. А я сейчас нахожусь в игре и не хочу сворачивать эти окна, короче. Вот. Я думаю, что на первом моменте, какие мы истинные две концовки сами смогли получить, я думаю, их оставлю. То есть, это, получается, смириться с тем, что ты уходишь и, вот, получается, ты умираешь. И, когда набрасываешься на своего двойника, тебя стреляет Сара. То есть, здесь концовок хороших, в принципе, нету. То есть, игра драматичная, хорошая концовка. Наверное, одна. Выявить этого, как сказать, ну, короче, походу, фальшивку. Вот. В принципе, мне игра понравилась по этим, там, сколько, 50 минут. Впечатления, ну, как новеллы положительные. Довольно интересная тематика. Она бесплатная, это новелла. То есть, её можно, по-моему, бесплатно в Steam приобрести. Если, конечно, они, ну, типа, оставили такую возможность. Вот. Спасибо, что смотрели, ребятушки. Мы старались. Концовки мы, наверное, отдельно, если сможем получить, посмотрим. Обязательно мне самому интересно открыть, наверное, всю галерею, все концовки посмотреть. Приглашайте друзей, там, ставьте колокольчик, следите за новостями. У нас есть социальные сети, есть YouTube, ВКонтакте, Instagram. Вот. Вся информация в описании. Так что, в принципе, спасибо, что смотрели. Всем, наверное, до новых встреч. Всем всего хорошего. Делаем интересный, качественный контент. Ну, ради Казоку. Казоку это не только я, Казоку это все мы. Мы делаем тем самым Казоку объединение. Так что, всем до новых встреч. Всем удачи. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok